Всем привет, с вами Мимику, я продолжаю проходить маскарад и как вы помните я хотела в самом начале этого выпуска зайти проверить на всякий случай почту, даже проверить, как это называется, электронную почту, да, на компьютере, два вида почты, потому что на Сферату, как вы помните, мне должен был прислать инструкции по поводу выполнения квеста. Мне очень хотелось бы все-таки приступить к нему, посетить, например, Санта-Монику, да, выполнить там, посетить все эти места в Даунтауне, в Голливуде, потому что, блин, это важно, это нужно сделать, но на почте у меня ничего нет, к слову, и что-то у меня как-то гложет сомнение насчет того, что у меня и в квартире что-то есть. Не знаю, блин, кстати, у меня четвертый или пятый этаж? Я опять забыла, какой у меня этаж, наверное, все-таки пятый. Подождите, или нет? Нет, все, хорошо, не пятый. Так, вот это мы закрыли. Сколько у меня здесь сейчас очков опыта? Блин, ну эрудиция стоимость 9, а интеллект стоимость 8. Ну, черт. Ну, нет, это как-то... Ну... Как-то неловко. Ладно, вот это нам визитная карточка уже точно не нужна. Так. Вот это пока, возможно, нужно. Вот это я не помню откуда. На данный момент выложен, по-моему, на канале 21 только выпуск, поэтому не обессудьте, если я до чего-то очень долго дохожу. Так, 13 писем, 3 не прочитано. Хорошо, почта. Рассвет. В смысле? А, ниже еще? 11. Слушайте, здорово. Первый сетевой хаб, Митник. А вот и Митник, у меня есть информация о первом из хабов. Терминал Санта-Моники в старом здании и так называемом Мега-Харс-Компьютинг. И я пошлю другой e-mail с планом действий. Включи терминал, найди папку безопасность и запусти команду shrek.net. Пароль на папке gilbait. Не спрашивай. Я свяжусь с тобой, когда увижу, что хаб активирован. Зашибись. Хорошо, мы так вот могли не увидеть еще письма. Спасибо. 12. 12. План действий Мега-Харс. Компьютинг находится в конце второй улицы в Санта-Монике. Да, мы знаем. Рядом с клубом Асайлом. Единственный способ попасть сюда через черный ход в переулке позади здания. Я доставлю ключ от двери в твой почтовый ящик. Удачи, малыш. Это должно быть несложно. Окей. Князь продвигает тебя от gary.shrek.net.vtm Хм. В лампире за маскарет, да? Эй, босс, я тут устраивала весеннюю уборку и наткнулась на кое-что, что может тебя заинтересовать. Один наш парень здесь был просто помешан на всеобщей фаворитке, Жанет Войерман. У меня сейчас приступ ностальгии, так что если найдешь копию фильма «Пьяный отель» со мной в главной роли, я обменяю на него плакат этой безумно сладкой сумасшедшей. Положи кассету в свой почтовый ящик и я доставлю плакат в твою берлоку. Хм. Ну, фильмы у нас пока что продавались с Синбин, да? А где еще? Ну, не знаю. Я думаю, нужно стоит начать поиски с Синбин. Вообще, по-моему, это даже не побочное задание, а скорее секретное задание, которое... Ну, нужно будет полазить по всем локациям, по всем местам, перед тем, как получится вообще его выполнить. Тут такое, да, сложное, наверное, отчасти. Во всяком случае, нужно быть очень внимательным, осматривать все предметы. Ну, а сейчас... Сейчас. Мне, конечно, хочется сделать задание Мегахардс, но... У нас здесь есть одно побочное задание. Это задание связано как раз с работягой, который нам продавал оружие. И его нужно было делать на парковке. Трафик. Толстый Ларри, бизнесмен экстради Ординари, хочет получить один из чемоданов, которым будет обмениваться банда Тонго и местная шпана. Обмен проводится на автостоянке неподалеку до Сенди Чеводан, по возможности оставаясь незамеченным. Незамеченным это, конечно, круто. Единственное, что я точно помню, что незамеченной я не оставалась. То есть, у меня была конкретная такая битва. И... Ну, это было сложненько. Да. Но сейчас у меня, конечно, затемнение вроде как прокачено. И я постараюсь все-таки придерживаться тактики, быть незамеченной. Тем более, что это людская разборка вроде как. Поэтому мне, в принципе, не обязательно вступать в какие-то вообще такие... Ну, разборки. Наверное, я рановато включила незаметность, потому что сразу же мы нашли тут лазейку какую-то. Интересно, как далеко мы с ней зайдем. Единственное, что приятно, что у меня длительность навыков сейчас немножко увеличена благодаря артефакту. Опа. Слушайте, а в какую сторону мне вообще идти надо? Тут оттуда мы, наверное, пришли, да? Или наоборот? Надо, наверное, по всей парковке ходить. И попробовать найти нужное нам место. Ну, сколько здесь людей, которые хотят нас убить. По-моему, здесь будут разные уровни парковки. Да, вот идет еще ниже. И, по-моему, как раз тот момент, когда мы можем чуть-чуть передохнуть. Сделать сохранение, к слову. И пройти сейчас здесь без затемнения. Но все равно на корточках. Чтобы мы чуть-чуть менее заметными были. Ну, а то очень много мы тратим крови, конечно. Вот что-то там есть, конечно. Такая крадусь вообще мастера беспалевности. Мы просто забираем товар. Достаточно причем человеческим методом. Если будет стоять кто-то один, возможно, я даже испью кровушки. Блин, я бы сюда ушла сейчас. Вот. На всяком случае попробую, потому что я не знаю, куда эти лесенки ведут. Может быть, она нас приведет обратно. Так, а тут что? Ага. А там типа выход. А мне нужно наоборот, да? На третий этаж, наверное. Ну да, мы отсюда пришли. Не, нам нужно ниже. Как плохо, что крови-то нет, а? Я, по-моему, кровь давно не покупала. Надо посмотреть, что у меня с ней. А, больше парковки. Это, наверное, вон туда надо идти. Адишнан паркинг. Угу. Значит, я просто на лестницу зря свернула. Зря потратила на нее время. С другой стороны, я, судя по всему, оттуда спрыгнула. Поэтому, по идее, я бы оказалась сейчас достаточно в удобном положении. Так, что у меня по кровушке? Пакет голубой крови. Есть один эликсир древних. Давайте пакет голубой крови используем. Не хотелось бы, конечно, потому что это дорогая тема. Но, ладно, что поделать. Сохраняю здесь тоже, потому что не знаю, сколько мне крови понадобится. Может быть, придется все-таки решать это все дело кровавым путем. Но мне, конечно, бы этого делать не хотелось. Представляете, как персонажа без прокачанной скрытности здесь. А я могу стоя передвигаться. По-моему, у меня не настолько прокачана она. Могу попробовать. Нет, сразу же выхожу. Да, так нельзя рисковать. Так, additional parking. Вижу вывеску. Это направо. Опа, а это что такое? Давайте рискнем. Я возьму сейчас автомагнитолу. Так или иначе, это деньги. Денег у нас сейчас, к сожалению, нет. Поэтому. Ага, понятно. Нас сразу же обнаруживают в таком случае. Ну, не будем брать тогда эти магнитолы. Хорошо, что есть в сохранении. И меня сразу же сейчас загрузят именно до этого момента. А потом я даже не знаю, как мне действовать. Сразу же здесь стоит человек. Возможно, как бы намекая на то, что его можно выпить, к слову. А, нет, его нельзя выпить. Тут вон ребята. Хотя, с другой стороны, они сейчас куда-то пойдут. И в этот момент мы сможем его выпить. Давайте я сделаю еще одно сохранение. И если мы его выпьем сейчас, то это сильно нам поможет. О-о-о! Классно! Это из-за того, что я его тронула, да? Окей, попробуем издалека. Не, он прям стоит неудобно, короче. Не получается у меня его выпить. Ну, ладно. Забудем тогда эту идею. Ну, человек здесь на стрёме стоит. Если можно так и выразиться. Ну, меня, конечно, сильно напрягает то, что у нас крови прям очень мало. А вот оно, место сделки. А как мне это сделать? Незаметно, простите. Вот обмен у них, да? Давайте, наверное, кровь древних сейчас выпьем. Потому что у меня, ну, совсем нет крови. У-у-у-у, полная заполнена. Понятно. Так. Ну, вот они, чемоданы. А, вот один. А что у нас в квест-флоге? Вы добыли чемодан, за которым вас посылали. Осталось только доставить спецзаказ толстому Ларии. Интересно, они друг друга сами, получается, будут убивать. И мы здесь как бы не при делах. Я что-то смотрелась? Окей. Это было случайно. Выход. Такая у них прям перестрелка. Ну, здесь всякие вещи валяются. Ножечки. Патроны пособираем хотя бы. Так, надо аккуратно все-таки двигаться. Стараться хотя бы это делать. В любом случае, сейчас мы явно окажемся выше, чем были. Так. Подождите. Четыре. А мы разве сейчас, получается, не... Да, самая полезная лестница в моей жизни. Идем. Так будет быстрее. Слушайте, а чё-то здесь никого нет. Они, походу, покинули стоянку. Разбежались. Нет, ну это даже хорошо. Потому что все же мне можно не тратить больше кровь. Я действительно жалею, что выпила, наверное, эликсир древний. С другой стороны, без него, возможно, впадать, знаете, в состояние зверя тоже не самое лучшее на таком задании, которое нужно выполнить по стелсу. Причем крови бы мне, наверное, хватило. Прямо пройти от и до до конца. Но... Как бы это сказать? Надо, чтобы она была полная. Да-да-да, возможно. Мне там, наверное, три или четыре раза еще не хватало именно глотка. А если бы я еще раньше поняла, что нужно просто взять этот чемоданчик чуть-чуть сзади, то было бы вообще проще. Крошка! У меня твой чемоданчик полный секретов. Офигенно! Давай-ка сюда, девочка. Ага, красотища. Все в порядке. Кто-нибудь... Те-нибудь круто обломается из-за его потери. Какая жалость. Я послал за ним свою девочку. Ну, ладно. Дай-ка я отстегну тебе кое-что. Я скину его новому владельцу утром. Затем я собираюсь заказать старый добрый стейк. И какую-то домашнюю дрянь. Я закажу посту японской ковядины. Дорогое тельмо, знаешь ли. Хочешь присоединиться? Я угощаю. Мои дни заполнены темными домами. Обеспокоена фразумов. Я ухожу. Слушайте, ну у нас выполнено... Помимо заданий нам еще дали 500 баксов. Нам еще повысили навыки. Какой навык, кстати? Мне очень интересно. А, нам финансы точно повысили. У меня здесь не было ничего выбрано. Поэтому у меня торговля чуть больше стала. Не помню, что у меня смекалка была внутри. Хотя, может быть, и была. Манипулирование. Безопасность. Скрытность. Но финансы он нам точно поднял. Поэтому... Хорошо. Ладно, давайте сюда эрудицию мы поднимем. Потому что у нас есть книжечки, которые я очень хочу прочитать. Необходимо владением атрибута финанса не менее 2, чтобы использовать этот предмет. Шикарно. Личная и домашняя безопасность от собчака. Руководство по безопасности или как справиться с замками и дверями всех видов. Эта книга улучшает вашу навык безопасности. Хорошо. Прочитать. Повышенные характеристики. Вы не знаете, чего полезного можно почерпнуть из этой книги. Вам нужен навык обучения не меньше 9, чтобы использовать этот предмет. Ага. То есть чуть-чуть мы повысили, но не до конца. Хорошо. Это приятно. Слушайте, надо проверить на всякий случай еще другие навыки. Потому что, может быть, что-то я упустила таким методом. Проверить другие книги. Другие. Да, вот это вот я куплю. Обратно в свою книгу. Патроны. И мы возьмем вот это вот. Да. Патроны для кольта анаконды. Прям не жалею. Магазин 9 миллиметров. Да. Для узихи. Заполнено. Да и еще, наверное, мы тебе продадим, знаешь что, парень? Мы тебе баночки морфия слоим. А то мы их тут набрали. Баночки таблеток. И у нас есть еще одна автомагнитола. Как? Я считаю, достаточно хороший обмен. Практически даже равноценный. Что ж. И, наверное, я еще по-быстрому загляну. Я очень довольна, как идут сейчас квесты. Я загляну в Санта-Монику. Потому что нужно продвинуться по квесту с Мегахарс Компьютинг. Надо. Надо. И тем более вернуться обратно в Даунтаун. И, блин. Я в почтовый ящик не заглянула за ключом. Черт. Придется в обратно сейчас возвращаться. Потому что... Ну, потому что да. Давай обратно. Давай обратно. Хотя бы здесь, знаете, прогрузки между городами недолгие. В принципе, они ни на что не влияют. То есть... Ну, серьезно. Вот так вот поскакать между домами вообще не парит. Здесь мы все сделали. В принципе, мы достаточно хорошо, кстати, почистили так Даунтаун. Я сейчас, наверное, обратно опять не в ту сторону, да, иду. Есть такое подозрение. Давайте посмотрим. Так. Нет. Все-таки туда. Какой-то у меня в Даунтауне прям... Кретинизм зашкаливает. Я еще ни в одной игре такой жести не испытывала. Знаете, когда ты играешь в World of Warcraft много лет, и ты там каждый клочочек земли знаешь, где находится. Ну, утрируя, да? То... Когда ты оказываешься, казалось бы, в городе, который как туннель... Вот она, ключ-карта от двери Мегахардс. Окей. В туннеле, да, то есть, особо никаких там, ну, парочку сквозных еще проходов есть. Но, по сути, этот туннель, то есть, особо никуда за пределы не выйдешь. И... Ну, неловко, знаете, в таком месте заблуждаться, заблудиться. Боже. Окей, заблудиться. Очень неловко. И неловко от того, что вы это видите все. Но... Вот так вот происходит. У меня некоторые игры еще просили пройти люди. Я обязательно начну многие из них. Причем, возможно, с копом целым. Потому что... Хочется с очень многими вещами ознакомиться. Действительно, желание огромное восполнить эти пробелы, которые, ну, они есть. Их много, этих пробелов, ну, в плане игровых. То есть, даже, там, линейку Dark Souls, например, с удовольствием. Другое дело, что вот такие игры так затягивают, что ты уже ничего не начинаешь. Можно даже заметить, что я, в принципе, мало чего начинала в последнее время. Так. Ну, вот он, да, Мегахардс. То есть, это и получается, да, задний вход. Хорошо. Двери закрыты. Вообще, какое-то место нерадостное. Я так понимаю, мне сюда надо скрытно пробраться, но у меня вопрос в том, будут ли здесь люди. Надеюсь, какой-то компьютер есть, но он не работает. Узлом замка. Провал. Серьезно? Ладно, а в этой двери что? Ничего, окей. Слушайте, а куда шла вентиляция? Окей, мне очень интересно, куда она шла в таком случае. Ну? Куда-то выше? А, и теперь ниже. А, ну, допустим. Хорошо, это закрытая дверь. Что-то мы тут включили. Подождите, а теперь я слышу топот. Ладно, давайте прочтем. В конце второй улицы, вход через него, вход, да, в боковом переулке. Метник оставил в вашем почте ключ-карту. Включите терминал. Найдите папку безопасности. Запутите команду shrek.net. Пароль на папке gelbaits. Так, подождите, подождите. Пофиг. Честно. Не так, что много на это все крови уходит, поэтому вообще не страшно. М-безопасность. Пускай сам подбирается. У меня здесь, в принципе, дофига возможностей. О-о-о. Так. Так, как это пишется? Shrek.net. Хаб shrek.net активирован. Отлично сработан, новичок. Я пошлю тебе email с инструкциями к последующему хабу. Метник. Прекрасно. Ну вот, в принципе, и выполнило задание. Оно простейшее, я считаю. Это прям серьезно, вообще ничего сложного в нем нет. И мы сейчас, да, пойдем обратно домой. Получим следующий квест. Точнее, даже часть квеста, я бы сказала. Много всего мы побочного, кстати, выполнили. Меня это очень радует. Так, обратно в даунтаун. И обратно домой. Мне интересно, когда-нибудь у нас все эти карточки, все-все-все достанется из нашего такого импровизированного склада или нет. Потому что, ну, как-то странно у нас это все копится и копится. С другой стороны, я лично люблю собирать разные предметы, вещи. И, например, касаемо игр. То есть, выполнить все, что можно. И собрать все, что можно. Хотя, конечно, вот в подобной игре, конечно, это особо не применимо. Но, опять же, если касаться того же Warcraft'а, то я там тот еще коллекционер. Так. Интересно, наверное, следующее место будет у нас в даунтауне. Так, награды никакой нет. Да, мне некий вышелец по почте вам. Следующая инструкция. Окей. Кстати, заметили? У нас так потихонечку квесты в даунтауне прям... Все меньше и меньше их становится. Что? Блин, серьезно, не можете радовать. В даунтауне, в Голливуде. Списочек заметно так сокращается. А вот и наш этаж. Четвертый. Стараюсь запомнить. Четырнадцать писем, три непрочитанных. Но шикарно. Так. Почта. Окей. Напоминание. Слушайте, можно удалить, да? Первое. Д. Первое. А, Д. Первое. Д. Первое. Д. Первое. Д. Слушайте, меня прям... Про Меркурию не надо забыть. Не касайся масла, наверное, я сотру. Ну, потому что, как минимум, это нафиг не нужно. Бизнес в Голливуде. Князь продвигает тебя тоже, наверное, уберем. Окей. Четвертое. Четвертое читаем. Второй силой хаб от Митника. Следующий терминал в подвале театра Нактюрна в Даунтауне. План действий в следующем письме. Никто не должен узнать о твоем присутствии. Оставайся вне поля зрения и никаких убийств. Мне нужно, чтобы была установлена беспроводная камера. Я пошлю письмо с инструкциями, как это сделать. Установив и активировав камеру, задев павку безопасность и тоже, да, пароль в Бриклэг и запусти Шрекнет. Окей. Пятое. План действий в театре. Театр Нактюрна в Даунтауне напротив отеля Empire Arms. Я не смог достать ключ от парадного входа, так что придется пробираться в здание через канализацию. Извини, но это лучшее, что я могу предложить. Шестое. Беспроводная камера. Я доставлю камеру в твой почтовый ящик. Я заранее послал человека на разведку, и он отметил лучшее место для крепления камеры красным крестом. Найди его. Наверное, оно где-то сверху. И установи камеру. Как только установишь, залогинься в терминал на нижнем этаже, найди папку камеры и активируй веб-камеру. Ты не сможешь активировать хаб, пока камера не будет установлена. А, ну хорошо. Хорошо. Окей. Все понятно, все прям вот досконально прекрасно он объясняет. Это очень радует. Поэтому, наверное, выполнять квесты митника реально приятно. А, это слишком просто для вас. Вы уже не почерпнете ничего нового. Окей. Так, а здесь это просто дневники. Тоже слишком просто. И тоже слишком просто. Ну, слушайте. Я считаю, это прогресс. Ну, какие-то книги нам еще повышают умения. В общем, надо добиваться, чтобы на каждой книжке было написано, что это слишком просто для вас, и вы ничего из этого не почерпнете. Надо будет, наверное, прокачать тогда следующий какой-нибудь навык, который там требуется. Не знаю даже. Все-таки, получается, мы получаем за один навык, да, два или три даже. Это, наверное, резонный такой обмен. С другой стороны, опять же, можно раскачивать своего персонажа как угодно. Все равно все-все-все навыки, насколько мне известно, повысить вообще не сможем. Но максимально можно приблизиться к тому, чтобы это было как-то выполнено. Что ж, театр Ноктюрн. Я, наверное, перед ним сейчас остановлюсь. И увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока и до встречи.